На семинаре присутствовали представители сельских населенных пунктов, а также садовых и дачных некоммерческих товарищей с Ленинского округа. Обсуждали популярные вопросы. Социальная газификация СНТ, платы за электричество по сельскому тарифу, вывоз мусора. Отдельно обсудили тему земель общего пользования. Налоговая взимает за эти земли налог и начисляет проценты, если ты не платишь вовремя. И при этом всем Росреестра отказывается регистрировать на наш ТСН эти земли. О реализации проекта по вовлечению в налоговый оборот объектов рассказал заместитель министра имущественных отношений Московской области Юрий Лавряков. Правообладателю необходимо обратиться в любой офис МФЦ с соответствующим заявлением и приложить правоустанавливающие документы, чтобы поставить недвижимость на кадастровый учет. Это наша обязанность, обязанность муниципалитета, конкурс власти, найти собственника и внести. У собственника нет обязанности идти и все какие-то либо средневносить. Это желание, наше пользу. Это дает дополнительные налоговые поступления в местные бюджеты, которые в свою очередь расходуются на развитие социальной инфраструктуры для граждан. Кроме того, собственник становится полноправным правообладателем с несенными сведениями, координатами и зарегистрированными правами. Также приготовляется межевой план кадастровым инженером, вносятся характерные точки вашего земельного участка и они потом отражаются на публичной кадастровой карте. И вы уже заходя на публичную кадастровую карту, прекрасно видите ваше участие, где у него находятся, какие точки ваше строение. Соответственно, они у вас просвечиваются там таким розовеньким цветом. Юрий Зубков, председатель правления СНТ Дубок, уже обращался с вопросом в администрацию. Его взяли в разработку. Но лучше считает мужчина прийти и узнать ответ лично. Тут, в общем-то, можно многие вопросы решить, договориться о приеме, о встрече. В частности, сколько раз было с пожарниками в приеме, МЧС встречались с администрацией. Участковые приезжали, помогали вопросы решать. Также в семинаре приняли участие сотрудники МЧС и полиции. Олеся Мордвинова, Кирилл Иванов, Гульнар Балаева, Видное ТВ.